Это ветка, кстати, неплохая. Да, ветка хорошая. Ай, б***ь, какая ты, зараза! Да, вот он такой. Когда мы их копали, в столиках вообще нет. Я не могу его держать. Нет, это лучше держать его здесь. Вот, спасибо, что меня научили. Кто же берет за цветок? Нет у меня ругус в хозяйстве. Ничего, у нас сейчас наколитесь. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы в гостях у Ольги Чененковой, питомниковода и ландшафтного дизайнера, питомник Террика, который поставляет к нам в садовый центр Европлант прекрасные, уникальные, превосходные чебушники и замечательные ругозы. В этом году просто пик, наверное, моды пришелся на ругозу, в том числе благодаря, наверное, вам, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Да, спасибо вам большое, что познакомили нас с этим замечательным растением, потому что для большинства розы это немножко другое. А вы нам открыли в том, что мы многие принимали зашиповники, в крайнем случае там нетиды, конины, а вот эти вот замечательные ругозы, которые, ну, действительно называются розами, не просто так, это действительно самые настоящие розы, обильно цветущие, ароматные, кудрявые, прекрасные. И сегодня давайте снимем топ-10 из того, что цветет. Может быть, это не самые лучшие, потому что все-таки что-то отцвело, что-то еще не зацвело. Жара у нас вносит свои коррективы, все очень быстро отцветает. Но, Ольга, с вас топ-10 тем, чем вы хотите похвастаться и вот рассказать нашим зрителям. Да, мы как раз сейчас стоим возле сорта «Сявелл». Это финский сорт, достаточно новый, то есть он был зарегистрирован в 2010 году. Обратите внимание, какой он высокий, то есть посажен он был у нас в 2015 году, и вот за эти годы он вырос большим крупным кустом. То есть вот можно видеть, что на данный момент он уже по 2 метра роста. С меня, да? Да, да, если вот так вот посмотреть, конечно, громадина вся усыпанная была цветами. К сожалению, сейчас большая часть первой волны осыпалась из-за этой жары, к сожалению. Но и то можно видеть, какое обилие было бутонов. И вот новые уже идут, видите, молодые бутоны, несмотря на такую погоду, то есть он будет продолжать цветение. Чем интересен этот сорт? Помимо своей неприхотливости, зимостойкости, он мало напоминает привычные нам сорта розы-ругозы. То есть он, в общем-то, не похож на шиповники, согласитесь. Хотя большинство сортов имеет внешний такой вид, глабитус похожий на близкого своего родственника. Этот сорт имеет более мелкий лист, он такой более кожистый лист, огромные шапки цветов, то есть там до 20 бутонов соцветий бывает, очень обильные волны цветения, одна за другой идут, если он не попадает в засуху. Поэтому вот эта вот финская селекция, она для нас на самом деле поразила. Не такие, в общем-то, старые сорта, но они очень активно стали входить в наши сады. Мне кажется, что сорт достойнейший. Он имеет аромат, он на самом деле, он имеет более, вот видите, розовый оттенок цвета. Да, он не подходит к рубашечке просто. Такую же раскраску. Это жара так повлияла, что они быстро принимают белый оттенок. Когда холодная погода, он раскрывается розовым и долго держит розовый цвет. Но я считаю, что это очень красиво. Но я вообще люблю цветы, которые меняют цвет, потому что у тебя каждый раз цвет новенькая в саду. Да, не без этого. И смотрите, он самоочищающийся. Вот те, кто не боится, есть люди, которым не нравится самоочищение, я же, наоборот, из тех, кому это очень удобно. Потому что вот видите, эти засохшие бурые лепестки, особенно у белоцветковых роз, неприятно, это надо всегда обрезать. А здесь они спокойно осыпаются сами. Вкус, в общем-то, выглядит вполне себе отрядным. Ну, он очень ажурный такой, да. Хотя, если бы вы видели его после обрезки, это были очень жесткие побеги. Даже в голову не придет, что он может стать вот таким изящным, когда он цветет. Потому что очень длинная вот эта вот сама кисть, она немножко изгибается. Красивая растение. Ну, просто зефир. Зефир, безе. И аромат не вот шиповниковый, как называют. Вот это вот шиповниковый, это розовый. А вот здесь такой вот интересный аромат. Финны говорят, что это аромат мира. Я не особо знаю, что это за аромат. Мира? Вот нюхайте, да. Нет, аромат очень приятный. Очень приятный. Такой нежный, не сильно. Нет такой вот вяжущей нотки, как в шиповнике. Да, 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 аромат хороший. Побежали к номеру два. Бежим. Итак, Ругоза номер два. Да. Вот смотрите, это сорт называется Ритаусма. Это сорт латвийской селекции. Зидра Рекста была автором этого сорта. Он очень старый, но очень популярный. К сожалению, сейчас он не может показать всей своей красоты из-за этой жары. Но вот на некоторых отдельных... Сейчас, благо, был ливень дня три назад или четыре назад. Поэтому он, наконец-то, хоть немножко порозовел. У него обычно центр цветка розовый, а наружные лепестки постепенно белеют. Получается такой яблочный цвет. Сейчас он не так сильно выражен. Каемочка. Яркая такая каемочка. Да, да, это сейчас каемочка. А обычно внутренние лепестки ярко-розовые. Да, да, он действительно очень красив. Еще очень важно сказать, что у латвийских сортов очень много бутонов соцветий. 20 тоже до 25, там от 15. То есть, вот обратите внимание. Брозди, просто брозди такие. Да, вот соцветия. То есть, представляете, пусть даже один цветок держится недолго, но само соцветие цветет очень долго. И опять же, как все гибриды рукоза, большинство гибридов рукоза, это потом еще и повторное цветение, и следующая волна цветения. Поэтому, как видите, куст очень красив. Сам по себе обильное цветение, красивые листва, такого более светлого оттенка, чем у нашей привычной розы рукозы. Салат такой просто. Да, да, да. Вообще, сорт в переводе называется «Рассвет» из-за своего, вот этого красоты, своего цветка. И говорят, я, правда, еще пока как-то не пробовала, не обращала внимания, что именно на рассвете, если потереть листья, то будет яблочный аромат от самих листьев. Но аромат у листьев действительно есть. Даже не знаю, там на рассвете он или нет, но нет-нет, надо потереть. Ой, вы знаете, есть. Да, да, то есть, если потереть, то лист пахнет немножко. Действительно, просто вот яблоком зеленым. Но обратите внимание, какие шипы у Рита Усмы. Ну, с шипами мы от Ругос, я так понимаю, никуда не денемся. Или у вас, по-моему, есть один бесшипный сорт? Есть, есть и такие. Сенсация, ждите. Дальше в нашем выпуске будет бесшипный сорт. А про это могу сказать, что аромат достаточно слабый у нее, кстати, но тоже не шиповниковый. Вы знаете, да, аромат не такой сильный, согласна. Но в разные периоды дня он бывает более сильный и более слабый. Да, поэтому, может, мы сейчас так с вами попали. Интересно. После жаркого дня. Вот, поскольку мы не так далеко находимся, давайте мы сразу посмотрим сорт тоже латвийской селекции, тоже Дидрорексты. Это сорт, смотрите-ка, он необычный по внешнему виду. Это сорт называется Гуна. Один из красных сортов. Очень необычное строение цветка. Из-за жары они были более бледные, но вот сейчас видно, уже распускаются новые бутоны, они более насыщенного цвета, вот, например, бутоны. Если бы было прохладно, то они были бы более яркие. Не знаю, как объяснить, почему мне этот сорт нравится. Наверное, его форма. Смотрите, какая форма куста, округлая. Вот он так и растет с малолетства. Во-вторых, вот такой крупный, необычный цветок. Он не боится дождя, благодаря тому, что он не махровый. То есть, если у Ритаусма на самом-то деле цветок боится дождя, если сильные ливни, то здесь этого явления не происходит, потому что цветок не так набит лепестками, не настолько махровый. Но очень крупный. То есть, вот вы можете посмотреть. Это где-то 10 сантиметров точно. Вот у Дидро Реэкст, это все сорта, возможно, имеют такое свойство. Этот пахнет яблоком не только листья, но и сам цветок. Яблочный аромат, я потерю листик и лепестки. Удивительный яблочный аромат у розы. Не прекращайте, Ольга, удивлять. Пойдемте, посмотрим, что у нас будет номер 4. Итак, номер 4. Ругоза номер 4. Да, вот смотрите, этот сорт, не этот сорт, а вот этот. Ах ты. Да, он действительно похож на шиповник. Сорт называется Snow Pavement. Это группа пейвоментов, которую объединили из-за своей неприхотливости. Их можно сажать где угодно. Они выносят любые условия. Вот здесь он сейчас растет на подпорной стенке. Сухой, без полива, на плохих почвах. Это неправильно, но вот уж так у нас тут получилось. Мы их сажаем и напротив залива на подпорных стенках. Это вот тот сорт, о котором мы говорили. Второе его название – Шникоп. Это самая высокая вершина в Альпах. Вот такое красивое название. Чем он интересен? Помимо своей неприхотливости, очень интересный оттенок у цветка. Слаболиловый такой оттенок, видите, который он сохраняет. Да, слаболиловый. Да, и обильное цветение. Вот он только начинает сейчас цвести. Вот буквально первые цветы отцветают. Достаточное количество бутонов на куртине. Когда он полностью цветет, очень сильный аромат от этой куртины. Поэтому вот эта неприхотливость его, красивое обильное цветение, я считаю, это очень достойный сорт. Из него получаются хорошие живые изгороди. Он легко дает отпрыски свои корневые. Кому-то это плюс, кому-то минус. Но в живой изгороде это всегда пригождается. Для живой изгороди, да. С вашего позволения можно один суточек оторвать. Легко, да, оторвать. Потому что я боюсь, что наклониться туда, понюхав, вы потом из меня будете вынимать все его шипы. Надо сказать, что пейваменты относительно не шипастые сорта. По сравнению, конечно, с латвийской селекцией, можно сказать, что их почти и нет. Действительно, очень благородный, холодный оттенок. Вот вроде издалека как бы все одинаково розовое, а близко очень интересный. Интересный, да, такой миловатый оттенок. Ну, запах шиповника. Да, запах у него дикой розы. Назовем это дикой розы. Ну, назовем дикой розы, хорошо. Ну что, номер пять. Да. Удивите нас, наконец, таким шиповником, как вот насыщенным шиповником, ругозы насыщенного цвета. Что-нибудь яркое. Пойдемте, у нас есть один сорт, который мы сейчас держим на испытании. Он у нас буквально цветет второй раз, но это действительно красный цвет. Пойдемте смотреть. На испытания. Итак, следующий. Конечно, красные сорта есть. Мы все знаем сорт Хансу, очень устойчивый и красивый. Знаем Скарлетт Пейвомен, тоже красный цвет. Но вот хотелось показать этот сорт, потому что он и для нас новый, и редко пока где есть. Выглядит она вообще как настоящая садовая роза. Да что, да я никогда бы не подумал, что это ругоза. Да. При этом пока показывают вообще идеальную зимостойкость у нас. Этот сорт называется The Hunter. Видите, махровый красный цветок. Вот выдал вот такой здоровенный... Ну вот это да. Да, ствол. Единственное, что, конечно, колючки такие, тут легким уколом не отделаешься. Колючки, как у нормальной благородной розы, поэтому кто их любит, тот, пожалуйста, вот вам и... Колючки-то кто любит? Нет, благородные розы. Пользуйтесь, колитесь на здоровье. Знаете, что вот такие колючки характерны не для ругоз. А сейчас садомазохистов прошу прервнуть к нашему экрану, обратите внимание на замечательные крупные колючки этого экземпляра. Нет, побег действительно колоссальной высоты. Ну, посмотрите на его макушку, сколько там бутонов. Да, бутонов очень много, опять целая грусть. Просто я-то думал, что он будет вот таким вот маленьким, а он, оказывается, это тоже будет большой, очень крупный куст. Должен быть большой куст. И какие красивые махровые цветы. Более того, цветы, оказаться, имеют аромат. Хотя считалось, что аромат слабый. Андрей, это сегодня ваша работа. Так, ловите меня, я сейчас, да, моя работа. Аромат очень интересный. Такая, вы знаете, какая-то табачная нотка в нем присутствует. Да. Мне показалось. Дайте-ка еще. Да, вы знаете, вот аромат действительно настоящей розы. Он такой вот более густой какой-то такой. Он не такой сильный, конечно, как бывают похудшие розы. Но все равно есть. Ну, это совсем, да. Вот это вот максимально далекая от шиповника ругоза, конечно. Блестящий, полноценный лист садовой розы. Нет, смогли удивить. А скажите, что и по зимостойкости это тоже все. Пока он себя показал очень хорошо. Мы его выращиваем сейчас только третий сезон. Я, конечно, не могу говорить, да, ну, пока за все регионы, возможно, пока за эти три года, вот эта зима была 27 градусов мороза, с ним проблем не было никаких. Единственное, что про него могу сказать не очень хорошего, что в нашем климате в прошлом году он покрывался мучнистой росой во второй половине лета. То есть он все-таки подвержен мучнистой росе. Надо это учитывать. Для более... Не, но мучнистая роса – это не смертельная. Это не смертельная, и, опять же, разные регионы. Нас смотрит, как я поняла, вся Россия. То есть, скажем, более теплый регион, а не такой вот влажный климат, как у нас на Северо-Западе. Мне кажется, очень интересный сорт. И знаете, что я вам скажу? На нем розанная цикадка. Ну, а кто ж... Нет, я раз, что я нахожу у вас каких-то вредителей, если все-таки, что вы не святая, не уникальная. Их вам тоже залетают какие-то... Они бесспорно... Да нет, вы знаете, если вас этот вопрос интересует, если бы вы видели кусты, скажем, месяц назад, то вы бы не думали, что это такой хороший способ, да, так вести сад. Но о чем я еще раз говорю, то есть если это пережить, да, то побеги вырастают. Главное, да, просто немножко успокоиться, расслабиться. Да, не паниковать. Очень сильно... Дело в том, что во второй половине нашего сезона уже в любом случае вредители гораздо меньше в саду, они меньше вредят. И поэтому я даже вообще не вижу большого смысла в таких вот регулярных, особенно профилактических обработках. Но мы сейчас все-таки с вами говорим об устойчивых сортах. Я понимаю, что садоводы, которые выращивают садовые розы, это более нежные сорта, более теплолюбивые сорта. Конечно, им приходится с ними работать, иначе просто весь этот рот будет на смазу. Ну, в общем, расплата за вот эту всю красоту, конечно. Ну, да, в том, что и мышнистая роса, и цикадка на этом встречается чаще, чем, например... Ну, и вот, смотрите, да, да, посмотрите, рядом насколько здоровый и красивый сорт род Феномен. Он, кстати, вот здесь вот есть один цветочек. Это следующий член нашего рейтинга, но вы мне скажите, почему на нем-то пока что ничего не зацвело, он цветет позже, да, более поздний? Нет, он уже цвел, но пока это было очень мало цветов, и вот есть более крупные бутоны. Посмотрите, там на макушке, это вот два куста одного сорта, и там тоже есть уже крупные бутоны. Я нашел цветочек. Вот-вот-вот, обратите внимание, какого он цвета. Вы даже можете его оторвать. Дорогие зрители, приходится идти с этими рукозами, конечно, у меня сегодня сплошные проколы. Просто нельзя не сказать. Я постараюсь его очень аккуратно снять, потому что он уже отцветает. Говорит о том, что, во-первых, это тоже цветет, достаточно, может быть, в другом месте рано, у вас здесь более тенистое место, возможно. Здесь более тенистое место, да, более холодное. Цвет такой, прямо, можно сказать, свекольный. Правильно. Даже более, скажем вам, еще он, на самом деле, еще темнее, когда он расцветает, это он отцветает. Это уже отцветает, да. Да, и он более такой красноватый получается. Если сейчас такой свекла лиловая, да, то в начале цветения она бордовая. И почему он рудфеномен? Потому что если вот срезать побег, срез побега тоже красный. Вот, то есть у него вообще... Да вы что, срез побега красный, мне-то вообще не кажется удивительным. Да, да, то есть он, конечно, в этом плане действительно уникален. Это рудфеномен. И посмотрите, сколько... Сорт борщевой. Да, сколько макушек, и все макушки в бутонах. То есть, на самом деле, он будет свести, конечно, красиво. И запах такой у него тоже сложный. Недостаточный и ненавязчивый. Да. Вроде как бы и нотки шиповника есть, ну и как бы и от розы что-то осталось. Да, да. Очень сложно, конечно, сейчас показывать все ругозы в какой-то рейтинге, потому что какие-то сорта уже отцветают из этой жары сильной. Ну, это все понятно. Волна первая волна. А какие-то, видите, вот никак не хотят... А с другой стороны, нам осталось бы у вас тут подзначевать, если бы зацвело все одновременно. И у нас был бы топ-100, наверное, уже, а не топ-10. Итак, это у нас номер 7. Да, наверное, сегодня у нас рейтинг больше, чтобы удивлять. Конечно, да. Этот сорт, кстати, тоже латвийская селекция, тоже Дзидриле Рекста. Сорт называется Зайга. И он удивителен, конечно, тем, что он практически бесшипный. Слушайте, ну это вообще, это уникальное свойство для ругозы, которая всегда, да, вот, исколола мне уже все пальцы колючками, бесшипный. Все, я уже готов за это одно качество и полюбить его. При этом у него интересный сам цвет этого цветка. Видите, он такой розовый, а когда на солнце, он даже немножечко персиковый такой оттенок имеет. Ну, слегка, конечно. Красивые сорты. Вот, единственное, надо сказать, что все-таки вот этот сорт немного подмерзает у нас, макушки, но потом отрастает, то есть мы их не укрываем абсолютно, да, отрастает и цветет. Но все-таки вот это не такая надежность, как у привычных нам сортов. Конечно, я понимаю. Ну, вот зато нет колючек. Надо сказать, как что я к этому сорту относилась не очень хорошо. У меня он посажен в другом месте, там он покрупнее, мы это покажем. Но там у нас близко стоит вода, потому что яма в скале, и ведь накапливается вода. И сорт не хотел образовывать куст, он постоянно полз, он уползал от этой воды, по всей видимости. Я уже в нем разочаровалась, плюс вот это обмерзание. И посадив его сюда, здесь у нас более тяжелые глины, суглинки, он, мы смотрим, стал все-таки расти более приличным кустом. Это вот уже наш саженец, молодой еще пока, но, как видите, он маленький, но уже цветет, и тоже очень крупные цветы дает, красиво. Ну, конечно, бесшипность его подкупает. Я хочу потереть лепесточки, вдруг они тоже пахнут яблоком. Давайте. А, нет. Нет? Ну, вот. Да, не все. У него больше других травей, да? Да, да. Просто один и тот же оригинатор, я подумал, вдруг у нее все яблоком-то надушено. Ну, ладно, цветы же надо еще понюхать. Ну, у него слабый аромат. То есть, да, аромат очень слабый. Аромат слабый, да. Да, но кустик очень прелестный. Был бесшипный, все, все решено. Вот он бесшипный, да. Заверните. Так, номер 8. Ну, на самом деле, цветок вот он. Видите, какой он большой, крупный. Цветок просто гигант, по-моему. Это, кстати, тоже латвийская селекция, но это более ранний сорт, можно сказать, и другой автор этого сорта. Сорт называется Лидия Фрейман. Это, кстати, актриса, известная актриса, и вот в честь нее был назван этот сорт. Смотрите, какой большой, просто, ну, я не знаю даже сколько тут сейчас сантиметров, это вот почти что с рукой цветок. Да, я думаю, что виден масштаб. Да, цветок, конечно, сорт имеет цвет, ну, привычный нам, наверное, для многих ругост, но вот именно размер цветка, аромат цветка. Посмотрите, какие крупные листья, в общем-то, достаточно такой объемный куст. Хоть он и, надо признать, медленно нарастает, но уж нарастает потом уверенно. Минусы этого сорта, вот помимо этих плюсов, что мы назвали, цветок, к сожалению, держится недолго. Но его зимостойкость позволяет его посадить вообще в любой миксбордер, и в любом случае цветение его там всегда будет заметно. То есть он цветет волнами. По мере того, как развиваются новые побеги, как у всех гибридов ругостов, да, появляются бутоны, бутоны распускаются, потом цветок, опять же, самоочищается, само подальше, тоже очень хорошо получается. В общем-то, беспроблемный вот такой вот красивый цветущий куст. Лидия Фрейман. Абсолютно морозостойкий. Запах такой достаточно, у него тоже ненавязчивый. Ну и здесь вот, единственное, конечно, жаль, что этот сорт еще только начинает распускаться. Так, подождите, давайте я занырну туда. Вот сзади вас пастель грин. Ага. Пастель грин вижу. А это вот так вот. Спасибо. Разрешите, пастель грин, я вас немножечко. Так. Это вот сорт называется сильва. Вот он только начинает распускаться именно из-за тени. Это тоже латвийская селекция. Очень красивые цветы, немножко паникающие. К сожалению, вот он в этом году еще пока не выдал всех своих возможностей. Сорт дидрорексы. Тоже. Все как обычно. Яблочный. Да. Да? Да. Ну вот, потому что это первая ее сорта. А вот, понимаете, вот которые у листья светло-салатовые, вот они вот и яблочком и пахнут. А сам цветочек. И близкие родители. И сам цветочек тоже. Ну вот. Вообще, чем красивы вообще ее сорта, мне очень жаль, что он еще так не распустился. Вот рядом с вами тоже начинает распускаться. Это сорт Марга, тоже ее сорт примерно этого же времени. Потом на фотографиях покажем. У нас в питомнике уже куст полностью молодой цветет. А здесь из-за тени груша слишком быстро выросла. Они немножко запаздывают. Обилие бутонов, крупные красивые цветы, неприхотливость. Кусты на самом деле вот такой высоты вырастают легко. Это они были низко обрезаны в этом году. Очень хорошие сорта. Ну и потом на фоне темной зелени, смотрите, как отличаются листья выигрышные. И вот здесь надо сразу показать. Немножко уже отцветает. Он рано расцвел. Это сорт тоже, опять же, дидререкс. Это сорт Агра. Очень обильное цветение. Бело-розовая гамма, крупные цветы. Он невысокий, но широкий куст дает. Видите, как он уверенно растет. Вот, к сожалению, единственное, что вот этот сорт уже немножко отцветает. Розовые бутоны, опять же. Поэтому очень красивый сорт. Все, и у нас остался номер 10. Пока меня окончательно не задушила аллергия, после всего, что я нанюхался. Давайте снимем номер 10. Итак, последняя роза нашего рейтинга, но не последняя в саду Ольги Чненковой. Это белая роза. Да, это чисто белая роза. Если мы до этого снимали с вами много роз, которые имеют розовый оттенок, но белеют, то вот этот сорт латвийской селекции Skydra, он чисто белый. И что хочется про него еще сказать? Я считаю, что это вот роза здоровья. Это прекрасный сорт, у которого хорошая, насыщенная зелень всегда. Который при этом абсолютно неприхотлив, у которого много бутонов в соцветии. Я считаю, что поскольку мы как ландшафтники, и тоже как садоводы, у которых нет времени, с каждым кустом бегать и нянчиться, то вот этот сорт для тех, кто любит белые сорта, просто идеален. И посмотрите, какая у него уже высота. Он не особо крупный, кстати. Это вот его, наверное, нормальная высота. Может, будет еще чуть погуще. Ну, это идеально, мне кажется, средняя такая высота. И он на подпорной стенке находится. То есть, в принципе, видите, что сорт невысокий. Мы стоим с вами ниже. Обильнейшее цветение. Ранее начинается цветок. Само цветение одно из самых ранних и продолжается до конца сезона. Поэтому сорт Skydra мне очень нравится именно этим и его самоочищением. Опять же, вы видите, вот сколько уже было цветов, и никаких бурых лепестков нет. Хотя белые сорта этим очень сильно страдают. Именно тем, что при отцветании куст выглядит очень неряшливо. У Skydra этого нету никогда. Запах. Запах такой яркий, шиповниковый, но он такой насыщенный, густой, хороший. Да. Очень симпатичный. И очень хорошо смотрится в композициях. Можете обратить внимание, здесь как раз мы с вами видим небольшую композицию. Это и лапчатка. На том фоне как раз у нас вот необычный. Здесь у нас и клематисы, и гераний, и различные пучевопокровные. Поэтому тут флоксы и глазики. Нет, ругода записывается тщательно вот в вашей коллекции вписывается. Теперь мы видим, как это выглядит. И не просто на картинке, а немножечко посмотрели это в ландшафте. Надеюсь, наш оператор это все покажет нам. Будем надеяться. Ольга, спасибо вам огромное. Обещайте мне, что пригласите нас еще в гости. У вас так интересно. С удовольствием. Мы должны были, будем поснимать, мне кажется, и ваш прекрасный сад. Чуть-чуть побольше рассказать нашим зрителям. Наверное, он очень понравился. Они будут ругать оператора, что сняты одни розы, нету сада. И раз уж у вас еще оказывается и коллекция гортензий. Ну, она у нас не такая большая, конечно. Есть? Да, есть. Есть? Есть. Или нет? Как у всех нормальных людей, да. Все, тогда придется приехать к вам на гортензии. Приезжайте. Заодно, может быть, как раз будут хорошо цвести розы те, которые мы сейчас еще не сняли. Потому что сортов гораздо больше, чем мы показали на этом видео в этот раз. Замечательно, Ольга. Вас всегда очень интересно слушать. Зрители вас слушают с удовольствием. Вы очень грамотный специалист. Даете много очень полезной информации. И очень гостеприимная хозяйка. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. И мы прощаемся. С вами был канал Европлант. Ольга Чененкова, Андрей Смирнов. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»